Сергей Витальевич, наконец-то у нас первая победа здесь в Турции и вполне себе заслуженная. Как вы считаете? Я больше все равно смотрю. Хорошо, что выиграли. Ребята уже соскучились по победам. Много работают. Играть в футбол, тренироваться хорошо – это хорошо, но хочется и побеждать. Да, сегодня я не скажу, что у меня все резервный состав играл или первые, вторые номера. Кто сильнее, тот и будет играть. Некоторыми ребятами я очень доволен, как они прогрессируют. Некоторые, конечно, оставляют желать лучшего, но это нормальное явление. Кто-то, может, в яму попал. В целом, настраивался, что игра будет очень сложной. С любыми украинскими клубами, в какой бы ни лиге ни находились, всегда сложно играть. Плюс много ребят опытных в этой команде, которые поиграли и выше лиги. В целом, так, доволен игрой. Доволен, что во втором тайме ребята учли те ошибки, которые мы допускали в первом тайме. Стали играть более раскрепощенно, более смелее. И понятно, что не хватает еще этого игрового тонуса. Но в целом, я доволен. Если не секрет, что говорили ребятам в перерыве? Потому что за первый тайм всего один удар был по воротам, после перерыва совсем другая игра пошла. Я сказал, что больше начали играть левым флангом. Потому что там получалось, наш правый фланг они полностью там перекрывали. Ну и, конечно, вышел Динго во втором тайме, стал более качественно на атаке начинать. Ну и, конечно, раскрепостилась молодежь наша. Демченко раскрепостился, Ким раскрепостился. Бородин стал уже второй тайм увереннее играть. Ну и, можно сказать, что ветер. Первый тайм против Ветра играли. Ветер такой неприятный сегодня. Поэтому тоже можно учитывать. На самом деле, сегодня здорово смотрелся Ким. Наш корейский полузащитник. Что можете более подробно про его игру сказать и с перспективой, если посмотреть? Нет. Многих ребят сейчас взяли на перспективу. Многие, кто здесь работают. У них есть потенциал, есть срос. Хвалить его сильно тоже не хочу. Но самое важное, что он добавляет в командной игре. Про его технику, про его умение отдать передачу, обыграть. Я это и раньше как бы знал и видел. Но сейчас меня порадовало, что он уже неплохо действовал именно в командных действиях. Оборонялся, подбирал мячи, разгонял атаки. Вот это меня радует. Не секрет, что у нас сейчас есть повреждения, есть травмы. Насколько тяжело сейчас перекраивать состав, учитывая то, что много ребят у нас пока в лазарете? Это больше всего и самый большой наш минус, что именно ребята набрали хорошую форму. Вот эти микро вот эти вот не дают. Ведь когда человек там травмируется, еще что-то, когда большие нагрузки, где что-то тоненькое, там получается и дает о себе знать. Ну ничего, я думаю, что постепенно мы все выкарабкаемся и приведем команду к общему знаменателю. Также продолжаем искать усиление в нападении. Игрок на просмотре сегодня у нас был именно в линии атаки. Ну, понятно, он еще так, не готов. Мне не надо сегодня было меня удивлять, чем-то поражать. Я его прекрасно знаю, этого игрока. Потенциал у него очень хороший. Понятно, что он в очень разобранном состоянии. Но еще посмотрим, завтра у нас есть одна игра. Как вот вы считаете, какое сейчас состояние у ребят? Насколько тяжелое в плане эмоциональном? Все-таки 17 дней сборов позади, даже 18, выхолоченность уже. Нет, это непросто, конечно. Но мы попытались максимально это все, как бы так, 9 дней в одной гостинице, 9, в другой как-то. Все равно немножко полегче. В целом они молодцы. Завтра еще надо сыграть игру и с хорошим настроением возвращаться домой. Все отработали, молодых подбадривают. Ребята, те, что постарше, своим примером их заставляют. Молодежь, они видят, что у них есть шанс, у них есть возможность. Они стараются тоже не на ноги наступают. Поэтому интересная команда получается. Посмотрите, сколько молодых ребят, которые... Поэтому ничего. Самое главное – боевой коллектив. Очень сплошенный. Ну, это важно, когда чемпионат начнется, чтобы это все осталось и приумножилось.